Детская школа телевидения Телешко представляет проект Перекличка Сегодня мы с Русланом, курочкой-матурочкой И с еще одним Русланом перекликаем весь Симферополь в поисках самых известных хобби Делаем мы это, как всегда, двумя способами Я с курочкой-матурочкой опрашиваю жителей города А я рассказываю результаты онлайн-голосования Итак, пришло время узнать, кто же расположился на третьем месте нашего онлайн-опроса В Большой Олимпийской энциклопедии сказано, что спорт – это соревнования по различным физическим упражнениям и их комплексам А я скажу проще, спорт делает вас сильнее, выносливее и здоровее И еще, при правильных физических нагрузках у вас вырабатываются эндорфины, гормоны счастья и радости Поэтому спортом обязательно надо заниматься, особенно тем, у кого сидячая работа Кстати, учеба в школе тоже к такому виду работы относится Поэтому среди всех видов спорта вы можете выбрать тот, что вам больше всего подходит Бокс или танцы – решать вам Хотя есть тут один сидячий вид спорта, догадайтесь, какой? Все верно, это шахмат Тут уже не в физической силе дело, а в интеллектуальной Но вы можете со мной поспорить На соревнованиях партия может продолжаться несколько часов Все это время спортсмены-шахматисты должны сидеть и просчитывать в своей голове ходы Только вдумайтесь, что одна из самых длинных партий в мире длилась 20 часов Естественно, с перерывом Но вернемся к более привычным видам спорта Например, я знаю, что очень много школьников в Крыму занимаются танцем и плаванием, теннисом, футболом, легкой атлетикой А девчонкам очень нравится гимнастика и фитнес Фух, что еще добавить? В здоровом теле здоровый дух Поэтому занимайтесь спортом, это полезно Или попробуйте хотя бы по утрам делать зарядку Не зря же это хобби занимает третье место в нашем онлайн-опросе Как вы думаете, какое самое популярное хобби среди симферопольцев? Чем любят заниматься дети? Подростки? Гулять Гулять по парку? Вот я буду гулять с курицей Это считается как хобби? Может, мне нравится, да, поехали в хобби Ну, а как вы думаете, какое самое популярное среди симферополя? За компьютерами сидим Сидите на компьютер, может быть, спасибо большое Как ты думаешь, какое самое популярное хобби среди симферопольцев? Самокат Кататься на самокате Ну, тут много людей А вот для курицы, что можно было? Или для меня? Или для меня? Вот сейчас у меня нет самоката, чем можно позаниматься? Когда нет какого-то подручного средства? Ну, не знаю, можно заниматься спортом Каким? Кататься на самокате Кататься на самокате, а си нет самоката? Купить самокат Купить самокат Чем дети любят заниматься в симферополе? Как вы думаете? Детки, дженок много сейчас А спорт или спорта? У меня совсем маленький ребенок Вот чем я могу с курицей позаниматься? Победой Бегом, да? Как настроение? Шнурок развязался Да, шнурок развязался Замечательно Как вы думаете, какое самое популярное хобби среди симферопольцев? Кур разводить Разводить кур среди симферополя? Ну, значит, мы занимаемся этим делом, да? Перекличка знакомит вас с самыми популярными хобби среди крымчан Делаем мы это двумя способами В онлайне и оффлайне Мои коллеги опрашивают жителей города А в интернете наши корреспонденты провели онлайн-опрос И выявили тройку лидеров Вы уже знаете, что на третьем месте занятие спортом Время узнать, какому же хобби не хватило совсем немного голосов До попадания в тройку лидеров Прежде чем научиться говорить и писать Человек научился рисовать Поначалу люди писали свои картины на стенах пещер Как правило, это были сцены бытовой жизни Чаще всего охоты Когда изобрели бумагу, люди стали писать на холстах Появилась профессия художника С приходом новой профессии появились знаменитые люди, которые писали картины Такие как Микеланджело, Леонардо да Винчи, Айвазовский и многие другие На сегодняшний день профессия художника немного изменила свой первоначальный вид Появилось много графических редакторов, в которых создают изображения Научиться рисовать можно в любом возрасте Главное желание Ну и если у вас что-то не получается, просто говорите Я художник, я так вижу Ну а мы переходим ко второй строчке нашего онлайн голосования Кто много читает, тот много знает Да, это так А еще обычно у такого человека хорошая память и он грамотно пишет Как вы уже поняли, чтение книг это не просто хобби, а полезное хобби Которое, кстати, снимает стресс Ученые это доказали Ну что такое книга? Вроде бы все просто Это бумага в переплете, на которой написана какая-то информация А как думаете, когда появилась первая в мире книга? Если подумать логически, то ее придумали после того, как появилась бумага и письменность Запоминайте, первые книги появились в третьем тысячелетии до нашей эры В древней Месопотамии Представьте, что тогда это были глиняные таблички, которые складывали в деревянные ящики Каждый такой ящик была отдельная книга Согласитесь, что не очень-то и удобно было все это читать Поэтому люди придумали использовать папирус, пергамент, а потом изобрели и бумагу Интересно, что первые книги писались от руки и украшались драгоценными камнями Конечно, выглядело красиво Но чтобы написать одну книгу, уходило слишком много времени Все изменилось, когда изобрели книгопечатный станок Вот тогда книги стали делать намного быстрее и чтение стало доступно почти всем Сегодня у нас есть возможность читать еще и электронные книги Конечно, можно долго спорить, что намного приятнее держать в руках напечатанную книгу Но никто не будет спорить, что чтение книг занимает второе место в рейтинге самых популярных хобби у симферопольцев Как вы думаете, какое самое популярное хобби среди симферопольцев? Чем любят заниматься дети? В кинотеатр ходить, в мультики смотреть Ходите в кинотеатр? Смотреть мультики? Ну а чуть повзросили? Вы потеряли ребенка? Ну, на двор его Ну ищите, ищите Спасибо большое Ты чем-то увлекаешься? Да Чем? Танцевать Ты думаешь, танцы – самый популярный вид спорта в симферополе? Ну, да А как думаешь, какое самое популярное хобби среди симферопольцев? Именно группа? Нет, именно самое популярное хобби, чтобы заняться Вот, например, мне с курицей чем заняться? На танцы? Да Спасибо, погладь Небось Чем вы любите заниматься? Какой вид спорта? Какое увлечение? Кататься на велосипеде Кататься на велосипеде А ты? Тоже кататься на велосипеде Кататься на велосипеде А, на кружки Танцевать, наверное То есть, танцевать – это, наверное, самое популярное, что есть в симферополе Да Погладьте курочку Погладьте, погладьте все Не бойтесь, она добрая Супчик пойдет Нет, она будет танцевать Ты смотришь проект «Перекличка» И сегодня мы составляем топ самых популярных хобби симферопольцев Делаем мы это, как всегда, двумя способами Руслан и курочка-матурочка опрашивают жителей и гостей города Симферополь А в онлайне наши корреспонденты провели свой опрос По мнению интернет-пользователей, на третьем месте расположился спорт, на втором месте – чтение книг Остался самый главный вопрос Что же на первом месте нашего топа? Комедии, триллеры, драмы, боевики, мюзиклы – сейчас вы запросто найдете фильм на любой случай Да, тут многое зависит от вашего настроения или компании Но, тем не менее, поход в кино – это отличный способ весело и познавательно провести время Почему кино так популярно? Потому что нам всем нравится слушать истории Особенно если эти истории увлекательные В них много событий и интересных персонажей И есть смысл А перенести рассказ на экран – это настоящее искусство Надо обладать режиссерским талантом Чтобы твои работы радовали зрителей Просмотр фильма – это не просто развлекательное хобби Это и возможность знать для себя что-нибудь новое К примеру, просмотр качественного исторического фильма можно приравнять к уроку истории А просмотр фантастики развивает ваше воображение Чем больше вы смотрите фильмов на различную тематику Тем больше знаний вы поглощаете из совершенно разных сфер Научный сериал, боевик, комедия Даже фильмы ужасов порой бывают полезными Психологи говорят, что они помогают не накапливать стресс в обычной жизни Зачастую люди, увлекающиеся просмотрами фильмов, интеллектуально развиты Имеют большой словарный запас и творческое воображение Наверное, поэтому просмотр фильма занимает первое место в нашем онлайн-опросе Вот чем мне можно позаниматься с курицей? С курицей не знаю, мои дети занимаются акробатикой Акробатикой? Подержите, я запишу Или в Эйтс? Подержите, подержите А кто это? Вот чем мне можно с курицей заниматься? Пойти в Вегас? Телядки до животных не пускают Ну а тогда чем? Вот чтобы я и курицей могли позаниматься Думаю, думаю Ее можно скушать Скушать? Хотя нет, мне жалко Да, она очень красивая, она очень добрая Ну, бегать Нет, не страшно Ты можешь за ней бегать, это будет скорость Ну, можешь погладить Нет Или тебе страшно? Нет, мне не страшно, она меня клюнет Нет, она не клюнет Вот так, я отверну ее Какое самое популярное хобби среди детей Симферополя? Не знаю Ну, чем любят дети заниматься? Дети В планшет так себя Сидеть в планшетах А чем я могу позаниматься с курицей? С курицей? Не знаю Что с ней? Побегать Бегает? На перегонки? Ну, может быть Это тоже как хобби Ну, может быть Чем любят заниматься люди Симферополя? А курица при чем? А курица это моя подруга Мы с ней всегда вместе ходим Я из рук не отпускаю ее Как зовут? Моторочка Моторочка Моторочка? Да, курочка, куря, вы знаете? Да Это ее тети Вот она племянница А я же вижу, где увидят Какое самое популярное хобби? Ну, чем любят заняться? Кататься на великах? Заниматься спортом? Парковать машинами? Парковать машинами? У меня профессиональное хобби Хорошо Итак, пора подводить итоги нашей переклички Сегодня мы с вами искали ответ на вопрос Какое самое популярное хобби у симферопольцев? В интернете на него отвечали подписчики нашей группы в социальной сети А в реале Руслан с Моторочкой опрашивали прохожих По мнению интернет-пользователей На третьем месте в рейтинге популярных хобби Спорт На втором чтение книг На первом просмотр фильмов и сериалов Но это мнение тех, кто сидит в интернете Вот мнение тех, кого встретили Руслан с Моторочкой На третьем месте самых популярных хобби чтение Второе место прохожие отдали танцам А спорт стал самым популярным хобби по мнению общественности Вот такие дела Перекличка не даст тебе заскучать Посмотрев этот выпуск, вы можете выбрать себе новое хобби Так, все Нам пора с курочкой готовиться к следующему эфиру А, собственно, как вы готовитесь? Ну, маникюр, педикюр Перышки почистить С вами был Руслан и еще один Руслан И курочка-моторочка Всем пока-пока Пока Перышки почистить Не, ну а че? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»